МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двое жителей Махачкалы задержаны по подозрению в грабеже. Накануне в полицию Карабудахкенского района поступила информация, что 28-летнего гостя республики избили в селе Зеленоморск. После нанесенных ударов злоумышленники украли у пострадавшего более 1300 долларов США и скрылись с места преступления на автомобиле, сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники правопорядка по горячим следам установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Махачкалы 20 и 30 лет, которые сознались в содеянном. За то, что забрали деньги у турка. Подошел ко мне турка к таксисту, я его лазил по городу и узнал, что у него есть деньги. Позвонил своему знакомому и сказал, что у него есть деньги и можно будет у него их забрать. У него барсетку забрали, а там деньги были. А потом барсетку тоже вернули к этому человеку. Деньги тоже не потратили, мы хотели обратно отдать к нему уже. И на следующий день утром полицейские приехали и забрали. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют возможную причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Два человека в больнице и четыре машины разбиты. Местный житель, управляя Лексусом, выехал на полосу встречного движения на улице Яракского. В ходе неудачного дрифта он столкнулся с Ладой Гранте, а затем зацепил стоящие у обочины два автомобиля – Мерседес и БМВ. В результате ДТП 27-летний виновник аварии и 32-летний водитель автомобиля «Лада» с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. По данному факту сотрудниками УГИБДД МВД по Республике Дагестан собран материал для принятия процессуального решения. Более 165 тысяч вызовов поступило с начала года в скорую помощь. Около 7 тысяч из них связано с подозрением на ковид. В пик третьей волны пандемии бригадам приходилось выезжать более тысячи раз в сутки. «Направимся сначала кислородом. У нас пару волнов пустые. Кардиограф у нас на зарядке с утра. Пульсоксиметр, дофибриллятор. Все проверено. Все укладки на месте». Сегодня заболеваемость пошла на спад. В день регистрируется 650 вызовов. «Ночь прошла относительно спокойно, учитывая, что ситуация с ковидом у нас уже пошла на убыль, и количество вызовов у нас тоже уменьшилось. Была относительно спокойно. Была одна больная с вирусной пневмонией, были больные с гипертонией, уже получше, уже количество вызовов немножко уменьшается. Нам становится легче, и больные тоже счастливы, что мы к ним доезжаем быстрее». Осилить такой объем работы сотрудникам скорой удалось благодаря выделенным Минздравом Республики новым оснащенным автомашинам. Напомню, в 2019 году в Республику поступили 54 специализированные машины для скорой, а в 2020-м еще 5. Пополнить автопарк скорой планируют и в этом году. Рейд на соблюдение масочного режима прошел на территории автостанции Хасавюрта. Там продолжается работа общественного масочного патруля. В рамках акции волонтеры раздали более 500 медицинских масок и провели беседу с населением о важности использования средств индивидуальной защиты. Напомню, что на территории Хасавюрта масочный патруль функционирует с 23 октября прошлого года. Работа по информированию граждан проводится еженедельно. В рамках проекта «Мой Дагестан. Мои дороги» в Республике отремонтировано уже 37 дорог в 14 муниципалитетах. Всего в этом году проведут ремонт на 352 улицах общей протяженностью более 180 километров. На эти цели при формировании бюджета Республики на этот год субсидировано 1 миллиард 353 миллиона рублей. Пока одни школьники готовятся начать учебный год в новой школе, другие не знают, где будут проходить их уроки. Накануне председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов проверил готовность школ к 1 сентября. Ситуация разная. Кому-то повезет познавать науки в новых стенах, а вот школьникам села Львовская-1 Бабаюртовского района новой школы придется ждать, так как здание, в котором они учились, признано аварийным. Продолжит моя коллега Патимат Ханапова. Новая школа в селе Брагиматар готовится к открытию. Местные ребята и родители очень рады. Они наконец-то дождались современного учреждения. Эта типовая школа рассчитана на 320 мест. Учебные корпуса, пищеблок, спортзал и актовый. На базе учреждения открыли даже центр образования «Точка роста». У нас вопрос не решился интернет. У него действительно не было. У него сейчас мы единственное, что можем сделать на скорую руку, это дать одну точку доступа, потому что надо разводить. Внутри разводки не было. Давайте мы это совместно решим, как сделать, распорядоченную туристу. Готовность школы к новому учебному году проверили представители власти. Этот объект был проблемным, поэтому к нему особое внимание. Строительство здания начали еще четыре года назад. Однако школу долгое время не вводили в эксплуатацию ввиду проблем с документами. Активно все строительные проблемы решены. Сейчас с участием представителя правительства смотрели. Последние штрихи были даны, последние указания за строщиком. Планируем к первому сентября, что школа получит лицензию и начнет свое образование. Тем временем в Баба-Юртовском районе и в селе Львовске люди вышли с протестом. Они требуют дать им новую школу взамен ветхая. Родители учеников отказываются пускать детей учиться. Все эти школы. С 2007 года здесь вообще ничего не построено. Негодование родителей наконец-то услышаны. Премьер-министр республики посещает село и обещает жителям современную школу. На строительство выделят около 180 миллионов. По плану окончание приходится на август 2023 года. Есть место. Все есть. Мы его построим. Только не в этом году. Со следующим годом мы его начнем строить. Хотя бы со следующего года. На 200 мест. На 200 мест. Мы согласны на 200 мест. Да. Определено и место временного нахождения учеников до возведения новой школы. Второй этаж здания администрации села уже готов к организации образовательного процесса. Для перевозки детей будет представлен школьный автобус. Батимат Ханапова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Тлеротинские и Бабаюртовские районы. Делегация Хазавюрта посетила турецкий город по братьям Ялова. В дружественный город прибыли представители администрации Хазавюрта и коллективы дагестанских детско-юношеских ансамблей. В рамках визита состоялись встречи с губернатором провинции и мэром города Ялова Мустафой Тутуком. В свою очередь, наши ансамбли приняли участие в 17-м международном фестивале кавказских танцев и музыки, проходившем в Ялова. Почетными гостями галоконцерта стали представители консульства России в Стамбуле. Гости поблагодарили организаторов мероприятия за проводимую работу по развитию дружеских отношений между народами. Напомню, тесное сотрудничество началось в 2014 году. Между Хазавюртом и Ялова был подписан меморандум о сотрудничестве. В Махачкале прошел крупный велопробег. В акции участвовали более ста человек. Мероприятие поддержали именитые спортсмены, общественники и религиозные деятели. Маршрут пролегал от центральной джума мечети города до набережной в районе Духовного центра имени Пророка Исы. Участники на велосипедах выехали сразу после рассвета. На территории пляжа титулованные спортсмены провели разминку, после чего прошли соревнования по перетягиванию каната, подтягиванию пляжному футболу и волейболу. Организатором оздоровительной акции выступил Муфтия Дагестана. Победители и призеры первенства Европы по тэквондо вернулись из Эстонии в Дагестан. На международных соревнованиях в Таллине дагестанские спортсмены в составе сборной команды России завоевали 4 золотые и 2 бронзовые медали. Первые места у Али Алиева, Мавлуда Мустафаева, Азиза Гусейновой и Курбан Магомеда Магомедова. Бронза у Нинахану Магомедова и Хава Гусейновой. Многие наши ребята на юношеском турнире проводили несколько поединков подряд, побеждая досрочно своих оппонентов. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.